Шубы из норки повсеместно считаются эталоном красоты и изящества, а также показателем статуса. Сегодня производители предлагают покупателям большое количество современных моделей сложного кроя и закрашенного стриженного меха с декоративными узорами и оригинальными деталями. В наши дни норковые шубы стали не только очень красивыми и нарядными, но и доступными по цене. Главное правильно выбрать изделие. Но если с фасоном и длиной все более или менее понятно, то как определить качество норковой шубы? Энтон Пепеп. Распространенные дефекты меха норки специалисты отмечают несколько довольно распространенных дефектов, которые часто встречаются в изделиях недобросовестных производителей. К ним относятся неровности цвета меха, выгорания, потертости, все это говорит о том, что шуба шита из старого меха. Наличие ржавых пятен на ворсе свидетельствует о том, что животных держали в железных клетках. Вывести такие пятна с меха физически невозможно. Слипшийся мех, у которого отсутствует блеск, говорит о том, что была нарушена технология изготовления изделия. Неровная поверхность меха, внешне похожая на последствия неправильной стрижки, говорит о том, что мех испорчен зубами животного. Исправить такой дефект также нельзя. Если шуба на ощупь, как пергаментная бумага, значит пересушен им здра. Такая шуба быстро потрескается и расползется. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Если вы столкнулись с одним из этих дефектов, он покупке стоит отказаться. Профессиональные советы по покупке норковой шубы. Качественная норковая шуба не только хорошо выглядит, но и не боится влаги, а также обладает отличной способностью сохранять тепло. Да и носится правильно обработанный мех долго, до восьми сезонов. Но приобретая такую дорогую вещь, норковые шубы, конечно, стали доступней, но стоят все же довольно дорого. Важно соблюдать несколько условий, покупать норковую шубу лучше в магазине. А самый правильный вариант – фирменный бутик производителя. В отличие от рынков, в магазинах есть не только возможность в нормальных условиях примерить изделие и осмотреть себя в зеркале со всех сторон, но и получить сертификат на шубу – гарантию производителя. И чек. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Эти документы пригодятся в том случае, если вы решите вернуть шубу, обнаружив скрытые дефекты или подать в суд на продавца. Кстати, если изделие действительно фирменное, вам без лишних вопросов предоставят и сертификат, и гарантийный талон. Стоит внимательно выбирать производителя. Норковые шубы самого хорошего качества выпускают, как правило, европейские производители, и покупать их нужно в крупных сетевых магазинах меха. Но за такое изделие придется заплатить дороже. А покупка норковой шубы отечественного производства должна совершаться только в фирменном магазине производителя. Только так можно избежать поделок. Не стоит обращать слишком большое внимание на фирменные лейблы, ведь по статистике большинство поделок на меховом рынке продаются именно с бирками мировых лидеров по производству меховых. Изделий. Ну и конечно обязательно нужно обратить внимание на цену. Шуба из цельных шкурок не может стоить дешево, а изделие из кусочков должно существенно отличаться и по цене, такая шуба дешевле. И по весу она намного тяжелее. Как определить качество меха? При покупке шубы из норки нужно обязательно хорошенько рассмотреть изделие, примерить, потрогать мех, оценить подкладку и только после этого принимать решение. Правильный и внимательный осмотр позволит определить качество норковой шубы. Озвучено Яндекс Спичкит. Особое внимание стоит обратить на следующие моменты. Правильно обработанный мех норки должен быть гладким, шелковистым и мягким с густым подшерстком, который дает основную защиту от холода. Если цвет изделия черный или просто слишком темный, есть вероятность того, что мех старый. В этом случае нужно посмотреть на мздру. У хорошего меха она очень мягкая и имеет светлый цвет с легким отблеском. Качественный мех норки должен на свету переливаться. Проверьте шубу на хруст. Для этого нужно помять мех в руках, если мздра издает легкий характерный звук, значит она пересушена и покупать такое изделие не стоит. Такая шуба очень быстро начнет рваться и буквально расползаться по швам. Проведите помеху влажной рукой и внимательно осмотрите ее. Если ни один волосок не выпал, хорошо. Кроме того, правильное меховое полотно не ломается при складывании изделия, а остевой мех не торчит. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Большое значение имеет запах меха. Он не должен пахнуть зверем, химией и затхлостью. Качество окрашивания можно проверить при помощи влажного платка. После того, как вы проведете им по поверхности меха, на платке не должно остаться разводов краски. Особое внимание нужно обращать на изделия из голубой и белой норки. Для них имеет большое значение правильное хранение и соблюдение температурного режима на складе. В противном случае такая шуба очень быстро пожелтеет. Чтобы проверить качество мздра, можно воткнуть в изделие под воротником обычную иголку и легко потянуть шубу в разные стороны. В идеале игла должна плотно сидеть в шубе и не двигаться, а шуба равномерно, но незначительно растягиваться. Но возможны и другие варианты, например, появление разрывов и трещин. Определить качество норковой шубы можно по подкладке. Подкладка шубы должна быть из дорогой ткани и не пришита по подолу. Только так есть возможность рассмотреть обратную сторону меха и оценить качество обработки мздра, которая обязательно должна иметь одинаковую толщину и светлый цвет. Если же подкладка наглухо пришита, значит производитель скрывает дефекты меха или вы имеете дело с поделкой, и такое изделие покупать не нужно. Слегка шершавая, мягкая мздра – показатель правильной обработки меха. Кроме того, надо обязательно обратить внимание на швы на обратной стороне меха. Строчка должна быть аккуратной и практически незаметной на расстоянии 5 сантиметров. Что же касается кусков меха, из которых шита шуба, то лучше, если они будут примерно одного размера, если речь не идет об изделии из кусочков или хвостиков. Оптимальный вариант для подкладки шубы из норки – шелк. Ткань должна быть дорогой, без дефектов, швы должны быть ровными, а по краю должен быть пропущен декоративный шнур. Применив на практике эти простые советы, можно купить качественную и нарядную норковую шубу, которая будет вас радовать не один сезон. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok